2019 год для украины будет будет критически важным годом своеобразным рубиконом возможно даже более важным чем 2014 год почему конечно же потому что в 2019 году в украине пройдут президентские парламентские выборы которые определят в принципе судьбу страны к даже там не на пять лет а вообще в долгосрочном плане как будет существовать украинское государство в каком формате она будет существовать сохранить ли она вообще свой суверенитет вот это все будет определять 2019 год почему ну во первых как я уже говорил глобальный контекст определяет имеет определяющее влияние на украину и третья волна кризиса она не оставляет никаких сомнений там никаких вариантов для того чтобы украина продолжала существовать в таком аморфном полу субъектном виде как это было на протяжении последних 27 лет это первая составляющая вторая составляющая это то что значительная часть украинского общества я имею ввиду активную часть украинского общества она очень сильно устала от происходящего и она стремится уехать из украины покинуть украину как трудовые мигранты если мы посмотрим статистику то мы можем приблизительно потому что у нас статистика очень плохо работает мы можем приблизительно сказать что приблизительно 30-35 процентов трудоспособного населения украины сегодня работает за границей либо в польше около двух миллионов либо в россии около трех миллионов либо в других странах европы еще около одного миллиона ну суммарно набираться где-то около 6 8 миллионов человек из которых только за 2007 2017 год 4 миллиона уехала на ну на постоянное место жизни в заграницу так вот главная проблема заключается в том что чем дальше тем меньше в украине остается качественных трудовых ресурсов и все сложнее поддерживать наполнение бюджета все сложнее поддерживает высокая высокий относительно высокий уровень потребления который дает средний класс и за счет которого в бюджет страны поступают ресурсы там да если мы посмотрим на статистику прошлом году в 2017 году 32 процента наполняемости бюджета была достигнута за счет импорта то есть то что украина импортировалась за границы то что потреблялась включая там автомобили технику там и т.д. и т.п. вот за счет этого формируется бюджет так вот чем меньше будет активной активных украинцев тем сложнее будет существовать украинскому государству и если по итогам 2017 2019 года вот эта часть общества не получит импульс который будет свидетельствовать что страна ложится на правильный курс то еще несколько миллионов украинцев могут уехать из страны и как следствие тогда будет принципе очень сложно вообще качественно изменить украинскую экономику государства повлиять на политиков для того и ну в принципе изменить нашу страну настолько чтобы она вышла на какие-то новые рубежи поэтому исход выборов вот это вот от дуала президентских и парламентских выборов будет определяющим для перспектив страны и связи с этим конечно же интересно какие варианты то есть кто и как какую политику будет проводить в случае победы на сегодняшний момент есть несколько ключевых игроков есть двойка лидеров это юлия тимошенко и пётр порошенко действующий президент и джокер виде комика владимира зеленского который появился на протяжении последних месяцев и плюс еще несколько человек которые очень имеют близкие показатели там на уровне пяти шести процентов это ляшко олег ляшко это анатолий гриценко это юрий бойко то есть вот в принципе те люди которые там фигурируют в рейтингах в качестве качестве ведущих там да но реальные шансы имеют прежде всего конечно же тимошенко и порошенко почему потому что на выборах важны не только рейтинги но и организация организационные структуры важны финансы важно важен контроль над медиа и в этом плане тимошенко и порошенко конечно же имеют наиболее сильные позиции потому что допустим растущий рейтинг зеленского он может кого-то там обнадежить фанатов украинского бп грилла это такой итальянский политик который создал движение пять звезд бывший комик и значит в этом году на выборах виталия добился просто сумасшедших успехов и это движение вошло виталия в правящую колесу так вот многие считают что зеленский может повторить судьбу баба грилла но для того чтобы зеленский повторил вот такую судьбу для этого ему нужно иметь сильной организационной структуры на местах для этого ему нужно ну в общем-то играть свою политическую игру и вот с этим владимира на сегодняшний момент пока еще проблемы и в общем то когда у тебя высокий рейтинг но ты не можешь его конвертировать в структуры на местах не можешь ты соответственно его и защитить в избирательных комиссиях в судах центральной избирательной комиссии там и так далее так далее так далее и вот это главная проблема и зеленского и гриценко и многих других кандидатов которые участвуют в избирательной компании но кто бы не победил вот я склоняюсь тому что есть тройка тимошенко порошенко зеленский кто бы не победил у кандидата будет условно говоря два пути путь а и путь б путь а это путь консервативно это путь когда ты ничего не меняешь ну вот порошенко приходит в власти и что он будет делать но в первом случае практически ничего будет продолжаться та же самая риторика та же самая видимость изменений но при базовом отсутствии каких-либо изменений и в общем то страна будет двигаться в сторону такой большой боснии герцоговины восточной европы это ее будет такой базовый сценарий вот тимошенко зеленский тоже вот если допустим юлия владимировна приходит в класть и и не качественно не пытается изменить ситуацию то в общем то она будет повторять вот ту же политику которую ну плюс-минус которую вел пётр алексеевич главная проблема что если они это продолжают вот в такую политику играть то возникает проблемы с их устойчивостью с их легитимностью вот в условиях этого глобального нового войны волны глобального кризиса который я говорил то есть уже там в двух лет двухлетней перспективе будут серьезные проблемы для нового президента и будет там турбулентность усиливаться политическая экономическая и соответственно возникнет вопрос как в условиях острого экономического и политического кризиса вот кандидату который победит на выборах 2019 году выходить из этого кризиса с наименьшими издержками то есть может начаться просто хаос поэтому ситуация будет заставлять наших политиков ведущих топовых к тому чтобы попытаться действительно что-то изменить и попытаться лечь на какой-то новый курс и вот здесь начинается самое интересное потому что этот новый курс у каждого будет свой потому что приоритеты допустим у порошенко у тимошенко они будут отличаться петр алексеевич он будет делать ставку на скажем так на обновленную модель которую им пользовался в на протяжении своей первой каденции если побеждает порошенко что это за модель это опора на внешних доноров это опора на внешних игроков прежде всего на соединенные штаты и на европейский союз это попытка вот делать больше шагов во внешней политике потому что во внутренней политике нужно будет менять сложившиеся правила игры для этого нужно будет нарушать олигархический консенсус который в 2014 году привел петра алексеевича к власти и в 2019 там если он победит приведет в власти и как следствие это создает массу рисков которые не просчитываются и которых он боится поэтому а здесь еще нужно добавить что победа порошенко будет в 2019 году опять таки если она будет она и будет иметь оттенок ультра консервативного такого душка потому что во время своей избирательной кампании сейчас мы видим компьютер алексеевич делает ставку на такие ультраконсервативные лозунги нового вера там да вот пытается играть с гуманитарной тематикой понятно почему потому что в экономике особых достижений нет сложно там чем-то хвастаться и поэтому он пытается привести дискурс вот в этом направлении и не без успеха потому что ход с томасом оказался для него достаточно сильным позволил ему сконцентрировать вот этот ультраконсервативный электорат но это ограничивает накладывать отпечаток на последующие шаги в случае победы потому что придется петру алексеевичу дальше барахтаться вот в рамках скажем так то электоральной базы которая обеспечит ему победу а ее проблема заключается в том что она достаточно узкая и конфликты которые будут вот условиях острого вот этого экономического кризиса связанная с внешними процессами она будет отталкивать от него значительные слои населения поэтому легитимность у петра алексеевича будет быстро вновь падать после победы на выборах 2019 года и опять-таки дальше будет возникать вопрос откуда брать откуда брать ресурсы откуда черпать ресурсы для того чтобы поддерживать вот эту вот модель в условиях когда внешние игроки сами проваливаться в череду своих внутренних кризисов то есть внутренняя вот это скажем так ставка на внешнюю поддержку в условиях когда штата европа проваливается все более глубоко в свой внутренний кризис она чревата проблемами связанными вот с тем что они могут просто забыть или там уменьшить поддержку украины вот это вот будет проблема модернизационной модели порошенко в варианте b тимошенко в тимошенко вариант b вот вариант модернизационный что может попробовать сделать юлия владимировна юлия владимировна будет делать другую ставку из ее риторики из того что она развернула в рамках своего нового курса видно что тимошенко будет прежде всего делать ставку на экономику на социальную политику и будет пытаться провести так называемый ресуверенизацию до украинской модели то есть делать ставку больше на внутренние резервы искать возможности в переформатирование существующих экономических отношений и вот здесь будет самое интересное потому что тимошенко окажется в условиях когда ей нужно будет демонстрировать быстрые успехи эти успехи можно будет достичь только в скажем так в одной области в области справить то что называется справедливостью до justice это связано с наказанием крупу одной-двух крупных финансо-промышленных групп либо их представителей завязанных на них бизнесов с тем чтобы показать что новые правила игры будут будут соблюдаться но для этого тимошенко нужно будет сконцентрировать в руках своих руках исполнительную вертикаль и вот здесь у юлии владимировны заготовлен ход с референдумом с изменением конституции с превращением украины с превращением украины в канцлерскую республику и соответственно если она организует в первые месяцы референдум где-то в августе его проведет потом с помощью конституционного суда утвердит эти результаты то она тем самым может создать условия для того чтобы она к моменту парламентских выборов просто перевернуть всю карту перевернуть правила игры и и создать условия для того чтобы по этой новой конституции выиграть выборы получить сразу свою парламентскую фракцию большинство получить 226 голосов потому что по новой конституции которую она предлагает выборы в раду будут проводиться в два тура и во втором туре партия победившая победившая партия набравший на большее количество голосов она автоматически получает 226 голосов вот это по факту контроль концентрация контроля над исполнительной вертикалью за счет такой нетривиальной игры она может создать для тимошенко очень сильные позиции на выходе на выходе из этого и следующего 2019 года и скажем так запустить попытаться запустить череду реформ связанных с тем что государство усилить свои позиции юлия владимировна однозначно будет наставать допустим на том чтобы национальный банк украины ослабил свою зависимость допустим от мвф того же самого что чтобы деньги стали дешевле и был включен печатный станок под большие инфраструктурные проекты в которых нуждается украина и таким образом образом можно будет ослабить зависимость от внешних доноров можно будет попытаться усилить устойчиво усилить увеличить емкость внутренней экономики и как следствие скажем так ослабнет зависимость вот этих от внешних негативных факторов о которых мы говорили выше вот принципе на мой взгляд выглядит так логика игры тимошенко зеленский если побеждает вот у зеленского самая большая проблема связанная с тем вариант b представим да вот потому что варианте а если зеленский побеждает то ту модель которую он показал в слуге народов известном политическом сериале вот я не думаю что он выйдет за рамки этой модели там когда свои друзья привлекаются во власть свои друзья там близкие знакомые там и так далее так далее так далее плюс большое влияние олигархов того же коломойского там и в этом плане зеленский варианте а ничем не будет отличаться от варианте b он может быть интересен тем что в условиях когда ему не на кого опираться и он более того является неофитом в политике ему придется привлекать большое количество профессионалов которые у нас есть в украине из и были и инкорпорированы из вот представителей среднего класса которые участвовали на майдане в 2014 году и прошли честилище государственной службы в 2014 2018 году про прошли а то прошли волонтерские все эти дела и как следствие получили необходимый опыт но в рамках существующей системы не могут развиваться не могут реализовать свои таланты кстати тимошенко тоже окажется вот перед таким же вызовом потому что ей тоже необходимо будет избавляться от старого окружения и для того чтобы запустить вот тот новый курс там о котором она говорит ей придется делать ставку на новые группы элит активных людей которые бы позволили но действительно запустить какие-то новые процессы и я бы не исключал кстати что и порошенко придется по такой модели идти потому что существующий кадровый резерв власть он исчерпан и мы это все видим как постоянно тасуется короткая колода постоянно возникают одни и те же персонали и даже откровенные взяточники коррупционеры которые фигурирую попадают там под прицел медиа они успешно возвращаются назад в свои кресла и власть в общем то ничего не может сделать поэтому резюмируя это все 2019 год будет несомненно интереснейшим годом я думаю что на парламентской кампании мы увидим появление новых политических партий из представителей среднего класса которые после майдана вот как я уже сказал выше сумели получить необходимый опыт и поняли что для того чтобы изменить систему нужно не только пытаться инкорпорироваться в систему но нужно заходить туда организованными командами потому что все определяет команда они личность даже если она талантливая и вот скажем так вот это будет тем фактором который будет давать осторожный повод для осторожного оптимизма относительно перспективы украины для 2019 года то есть мой прогноз такой что после 2019 года вероятность того что украина пойдет по пути такой большой боснии герцеговины восточной европы 70 процента вероятность того что пути попадет по пути модернизации 30 процентов но мы должны понимать что роль личности в истории а такие личности в украине есть никто не отменял и в общем то мы находимся в ситуации когда эффект бабочки так называемой он может кардинально изменить многие существующие вещи то есть появление сильной организации у целеустремленной со своими целями и харизматичными политическими лидерами может перетряхнуть существующую политическую доску и изменить правила игры и соответственно изменить будущее украины в лучшую сторону